День за днём И Раиса Ивановна говорит Ксюш, поедешь на Северный полюс? А теперь подробнее об этих и других новостях В рамках национального проекта «Демография» в Смоленской области Организовано профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста Планируется, что до конца года дополнительное профобразование получит не менее 920 граждан Об этом рассказали на заседании областной трёхсторонней комиссии По регулированию социально-трудовых отношений Она прошла под председательством губернатора Алексея Островского Граждане предпенсионного возраста могут получить обучение Выбрав одну из десятков предложенных им профессий Также на заседании рассмотрели вопросы создания благоприятных условий труда И реализацию комплекса мер для сокращения производственного травматизма Обсудили состояние задолженности по заработной плате С начала года уже удалось погасить долг перед четырьмя тысячами человек Его объём превысил 68 миллионов рублей Ещё 45,5 миллионов рублей остаются должны 10 организаций региона Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов Такая мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей России Врачам планируют выдавать российские паспорта в упрощённом порядке В Минздраве уточнили, что в Россию будут привлекать специалистов из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию При возникновении конкуренции за место врача среди россиян и иностранцев Список профессий будет корректироваться в оперативном порядке В правительстве России обсуждают возможность введения наказания для родителей курящих несовершеннолетних детей Среди вариантов ответственности предупреждение, штраф или арест на несколько суток Соответствующая инициатива была зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений Документ подписан министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, который возглавляет указанную комиссию Действующий административный кодекс подразумевает наказание лишь для совершеннолетних граждан, которые курят в неположенных местах Обновленный кодекс, который сейчас обсуждается в правительстве, должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года 10 октября в актовом зале школы номер 3 прошла встреча активной участницы проекта в школу Росатома Ксении Мишкиной со школьниками города С юными десногорцами девочка поделилась впечатлениями о своей поездке на Северный полюс и рассказала о приобретенном опыте Ксения Мишкина, 15-летняя школьница из Десногорска, вернулась из экспедиции на Северный полюс Девочка оказалась в числе 68 самых талантливых ребят из разных регионов страны Это стало возможным благодаря активному участию Ксении во многих конкурсах проекта школы Росатома Это было летом, это было в конце июня, я находилась в школе и мне говорят, что Ксюша, тебя срочно вызвали к директору Я поднимаюсь и Раиса Ивановна говорит, Ксюша, поедешь на Северный полюс? И у меня такой ступор, я вообще не понимаю, что, как Она говорит, ну нужно срочно, нужно подавать документы Ну я, конечно, конечно, я поеду, от такого просто невозможно отказаться Пресс-конференция вызвала большой интерес у десногорских школьников В уютном актовом зале не было свободных мест Послушать юную полярницу пришли ученики всех четырех школ города Свой рассказ о поездке Ксения сопроводила демонстрацией видеоролика и собственной видеопрезентацией Впечатлений у девочки оказалось на целую книгу Она рассказала об атомном ледоколе «50 лет победы» и его капитане О своем знакомстве с известными людьми и ребятами из самых разных уголков России На вершине планеты девочка развернула флаг Ясногорска, а также встретила свой день рождения Я хочу выразить вообще огромную благодарность и комитету нашего города И, не знаю, меня, конечно, не услышат, но по всему Росатому и школе Росатома За то, что они организуют такие проекты, в которых человек может проявить себя Далее было множество вопросов и от ребят Школьники спрашивали об условиях пребывания на атомном ледоколе Интересовались особенностями уникальной природы Арктики После мероприятия дети не скрывали своих впечатлений Многие из них заинтересовались проектом школы Росатома И захотели повторить путь Ксении Мишкиной Мне действительно стало интересно, я заинтересовалась школой Росатома И я захотела поучаствовать в некоторых конкурсах Я очень хочу постараться повторить достижения Ксении Мишкиной И тоже побывать на Северном полюсе Ксения же, в свою очередь, призвала своих сверстников Ставить перед собой цели быть максимально активными и открытыми Я сама была тем человеком, который лишний раз боялся куда-то лезть Но когда я побывала вообще на Северном полюсе Я поняла, что все это стоит того и важно доносить до людей То, что это нужно, это интересно, это развивает человека История Ксении Мишкиной – это яркий пример того, что стремление и неустанный труд делают чудеса Нужно мечтать и упорно идти к своей мечте И тогда невозможное сегодня станет возможным завтра Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Весна-ТВ В Смоленске на базе Военной Академии Войсковой ПВО состоялась патриотическая акция «День призывника» Основная задача мероприятия – сформировать у молодежи позитивное отношение к выполнению воинского долга Участниками акции стали 250 юношей, подлежащих призыву и отправке войска этой осенью, а также их родные и близкие Всего ряды армии пополнит 550 человек Будущие новобранцы получили возможность ознакомиться с жизнью и бытом военнослужащих увидеть вооружение и технику а также посетить столовую, где они смогли узнать о питании военнослужащих На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте disneydefistv.ru а также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся!